Вопрос 370 по теме Святой Библии, книга «Открытым оком». «Почему Адам и Ева не попросили у Бога прощения?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Значит, не догадались, что это облегчило бы их участь. На запросе у Бога они вели себя точно так же, как мы на исповеди, стали обвинять другого, но не себя». Бытие, 3 глава, 9 по 19 стих. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему «Адам, где ты?» Он сказал «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Бог «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» А Адам сказал «Жена, которую ты мне дал, она дал мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене «Что ты это сделала?» Жена сказала «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на череве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Жене сказал «Умножай и умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, от которого я заповедовал тебе, сказав «Не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волшты произраститы на тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколь не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Нам кажется, что мы распределились бы в этой ситуации намного лучше, чем Адам. Если действительно мы осознали его беду, то можем повторить вместе с Ездрой. Третья Ездра, 7 глава, 48 по 55 стих. «О, что сделал ты, Адам! Когда ты согрешил, то совершилось падение на тебя только одного, но и нас, которые от тебя происходим. Что польза нам, если нам обещано бессмертное время, а мы делали смертные дела? Нам предсказана вечная надежда, а мы непотребные сделались суетными. Нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили худо. Уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по путям злым. Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным, и в котором покои и врачество, но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных. Светлее звезд высияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица чернее тьмы, лица чернее тьмы». А ведь мы и не знаем, просили они или нет прощения после того разговора, который состоялся у Бога с ними. Наши прародители находились в детском, нелукавом состоянии ума. Они ничего не могли скрывать, говорили открыто, как домашние дети. Что-то подобное я встретил в своей жизни только один раз в Америке, где спорили между собой приверженцы белые и красные идеи. Оба верующие православные. Представление о Боге у Адама было не духовное, а как об одном из них, от которого можно скрыться за межевельным кустом и оттуда же подавать ему свой голос, как делают двухлетние детишки. По образу сходства и их духовном состоянии с детьми мы можем предположить, что когда детям вынесено наказание, они начинают конючить. Больше не буду. То, что Адам каялся после изгнания из рая, не должно вызвать никакого сомнения, потому что, согласно церковному учению, он выведен из Шуала в рай. Трудности, какие его встретили после изгнания, забота о сохранении жизни, от врат о детявших зверей и гадов, забота о хлебе насущном, о холоде ночном, и при том, это ввиду райских ворот, терзание и скорбь его только увеличивалось день от дня. Быть может, не раз он еще упрекнул и Еву по сходцу с нашим поведением, не пропускал случая убить змею, а Ева, быть может, напоминала ему о том, что он глава и не должен был ее слушаться. И, быть может, они имели надежду вернуться в рай, так как Бог не прогонял их далеко. Вполне допустимо, что он желал умилостивить Бога и жертвами, и молитвами, и слезами. Адам – это один из нас. Поэтому врожденных детям они видели ускупителя, который сотрет главу змея. В действительности же один другому разобьет голову. Так что о покаянии Адама, хотя ничего и не сказано, но вполне допустимо. Когда Иоанн Златоуст растолковывает первый стих шестой главы пророка Исаии, где на первый взгляд вообще нет никакой информации, и только скорописцы, бывшие на его богослужении, сохранили нам шесть проповедей по два часа. И если только на одну фразу, что Авраам переселился, он точно так же говорит несколько поучений, описывая природу, нравы тамошних жителей, то и нам не препятствует ничего мысленно войти в ситуацию, сложившуюся с Адамом. И что, способствует идею, я имел в текущей с Адамом. И они падает нам в текущей с Адамом. Продолжение следует...